Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. А ты привился? В Бабрюске набирает обороты вакцинация от коронавируса. Кто уже получил полезную дозу? Пошел на рыбалку и поймал уголовку. В Бабрюске продолжают бороться с браконьерами на воде. Основной это установка запрещенных орудий, как леска в Осетии. Какие результаты очередного рейда? Только холодные. В городе начали отключать горячую воду. В случае аварийных ситуаций есть номер телефона 788352. До какого числа продолжатся работы? А также вступительная компания, легкие деньги и вторая жизнь. В стране проходит благодарительная акция по сбору пластиковых крышек, на что пойдут деньги. Запись открыта. По всей стране продолжается прививочная кампания. Медики не устоят повторять. Вакцинация – самое лучшее оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией. В списке получивших антиковидную дозу – врачи, педагоги, пенсионеры и молодежь. Моральная и физическая подготовка позади. Заместитель директора 34-й школы Марина Семашко в двух шагах от прививки. Сперва – осмотр врача. Такая предусмотрительность уменьшает вероятность нежелательных последствий. И вот кульминация. Педагог получает первую дозу российской вакцины «Спутник Ви» быстро и не больно. Второй компонент будет введен через 21 день. Сделать укол от коронавируса пожелали в общей сложности 24 педагога 34-й школы. Здесь и опытные молодые учителя. Кому, как не им, еще работа с детьми. Приявиться решили и эпидемиологи. Сама профессия велит. Компания небольшая, всего 5 человек. Но это только начало. Если говорить о цифрах в масштабе города, то они более впечатляющие. На 20 апреля уже вакцинировались 4168 человек. Второй компонент ввели 1149 пациентам. На текущей неделе организациями здравоохранения планируется получение 1900 доз вакцины от коронавирусной инфекции. В соответствии с сетевым графиком иммунизации до 1 октября будет проводиться вакцина профилактика населения. И не лишним будет напомнить о том, что рекомендации врачей о соблюдении масочного режима и о социального дистанцирования очень важны. Особенно сейчас, когда наступают теплые дни. На фоне третьей волны пандемии коронавируса медики напоминают. Лучше болезнь предупредить, чем лечить. Поэтому вакцинация единственное действенное оружие в борьбе с инфекцией. Чтобы принять участие в антиковидной кампании, нужно прийти в поликлинику по месту жительства и записаться на прививку. Жители нашего города, которые еще не приняли решение вакцинироваться или нет, может быть просто не нашли времени для того, чтобы обратиться в поликлинику, я приглашаю для проведения вакцинации. Поверьте, тем самым вы сохраните свое здоровье и своих близких. Напомним, чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо привить 60% населения Беларуси. Вакцинация разрешается лишь совершеннолетним. Поэтому от количества взрослых, которые сделают свой выбор осознанно, зависит здоровье как членов семьи, так и национальная безопасность. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику ПКВ-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1318 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 347 316 человек. Всемирная организация здравоохранения надеется взять пандемию под контроль. Число новых случаев заражения COVID-19 по всему миру увеличивается восьмую неделю. На прошлое был зафиксирован рекорд по этому показателю – более 5,2 млн инфицированных. Тем не менее, в Европе не теряют надежды спасти туристический сезон. Массовая вакцинация продолжается. Арендное жилье, вступительные испытания, красный день календаря. В мае белорусов ожидают сразу 11 выходных. В какие даты? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране создана Государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. Соответствующий указ подписал президент. Председателем комиссии назначен вице-премьер Игорь Петришенко. Основные задачи – обеспечить абитуриентам равные возможности при поступлении, а также не допустить нарушений законодательства во время вступительной кампании. В Беларуси для строительства арендного жилья планируют привлекать частных инвесторов. Им без аукционных торгов сразу будут предоставлять два земельных участка для возведения домов на коммерческих условиях. Пока предложения еще обсуждаются. Все будет зависеть от позиций всех заинтересованных сторон. В мае белорусов ожидают сразу 11 выходных. К такому решению пришло правительство. Праздничные дни 1 и 9 мая, которые обычно не рабочие, в этом году выпали на субботу и воскресенье. Однако уже во вторник 11 числа жители будут отмечать Радунису. В связи с этим Совмин принял решение сделать выходным и понедельник 10 мая. Правда, этот день придется отработать в субботу 15 числа. В Беларуси отмечают всплеск наркопреступлений в молодежной среде. В частности, среди студентов и учащихся среднеспециальных учебных заведений. С начала года возбуждено 70 уголовных дел по наркотическим статьям. Ухудшение ситуации связывает с пандемией и активным использованием мессенджеров. В стране проходит благотворительная акция по сбору пластиковых крышек. Их отправляют на переработку, а полученные средства идут на помощь детям, которые в этом нуждаются. Это мировой опыт. Такие же проекты проходят более чем в 40 странах. Для сбора подходят пластиковые крышки из-под сока, воды и молока. Бобруйчанам дадут повод закалиться. 28 апреля специалисты пройдут гидродинамические испытания. В список, где не будет горячей воды, попадут свыше 20 улиц. Батова, Шиная, Гагарина, Ульяновская, Аджиникидзе, Шевченко, Крылова, Октябрьская, Интернациональная и не только. С подробным графиком отключения можно ознакомиться на сайте Бобруйского гораисполкома. К слову, работы по ремонту теплотрасс будут продолжаться все лето. Завершить их планируют 26 августа. В случае аварийных ситуаций есть номер телефона 788352, диспетчер Бобруйских тепловых сетей, который в любое время суток необходимо сообщить об этом и будут приняты соответствующие меры по локализации и ликвидации данной ситуации. Кто кого, пока любители незаконной рыбалки пытаются обмануть сотрудников инспекции, те, в свою очередь, успешно находят новые способы ловли изворотливых нарушителей. Как это работает на деле, знает Карина Гуревич. Как бы нам того не хотелось, природа не бесконечный ресурс. Поэтому забота о ней – работа человека. Для этого устанавливаются правила, пишутся законы и назначаются ответственные службы. И вместе с тем появляются те, кто усердно старается эти правила нарушать. Поэтому одна из основных задач Департамента охраны животного и растительного мира – ловить злостных нарушителей и предостерегать остальных. Мы проверяем полностью всех рыбаков, которые задействованы на лов рыбы. Ну, как правило, у нас, скажем так, направление – это лов незаконно добыча рыбы с запрещенными орудиями добыча рыбы. Это такое основное – это установка запрещенных орудий, как леска в осетях. Любителям рыбалки следует знать – за незаконные сбыты хранения рыболовных сетей предусмотрено наказание в виде штрафа до 1450 рублей. Кроме того, далеко не всем известно, что даже старые дедовские сети, которые висят на чердаке, могут стать причиной для разбирательства. Белорусы могут добровольно сдать запрещенные рыболовные сети и при этом не платить штраф. Для этого необходимо обратиться в инспекцию охраны животного и растительного мира. Специалисты сделают замеры и заберут снасти. На водоемах страны наступило время весенних запретов. Они связаны с началом нереста у большинства видов речных обитателей. К примеру, с 1 апреля по 30 мая рыбачить можно только с одной удочкой и с одним крючком. Браконьер будет обязан возместить вред по тройным таксам. Также на протяжении всего периода запрещено пользоваться маломерными судами. А что вы чаще всего ловите? А вон на удочку. На удочку? Да, пришел, отдохнул и все. Не так, как рыба, как это. Посидеть. Что дома делать? А на что ловите? На червя, на шитика, на парыша, короче, всякое. А давно рыбалкой занимаетесь? Ну, с детства. Представители департамента в основном проводят пешие рейды. Машина привлекает слишком много внимания и слышна издалека. Казалось бы, какую территорию можно охватить без автомобиля. Но тут на помощь приходит маленький тихий дрон. С дальностью полета 8 километров. С высоты 200 метров легко обнаружить нарушителя. А скрыться от робота практически невозможно. Максимальная скорость – 70 километров в час. Можно четко рассмотреть, что происходит. И, как говорят жулики, что будут стрелять, когда общаемся с некоторыми. Получается, во время видеосъемки видео, фото сохраняются сразу же на компьютер. В Беларуси начал действовать запрет и на ловлю судака. Если эта рыба случайно попалась на удочку, ее нужно отпустить. Иначе грозит крупный штраф. Ограничения будут действовать до конца мая. Напомним, причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин лечет уголовную ответственность. Такой жертвы не стоит даже самый крупный улов. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова